В Камнино-Аби завтра планируют запустить отопление. Соответствующее распоряжение подписал глава города. Напомним, подготовка к зиме в Камнино-Аби началась не так давно. Еще в августе коммунальную ситуацию города оценивали как катастрофическую. Долг муниципалитета перед энергетиками – 26 миллионов рублей. Запас топлива не сформирован, три котельные до сих пор обесточены. По сообщению председателя комитета ЖКХ Виктора Попова, теплоснабжение останется в ведении прежнего МУП. Компания почти банкрот, поэтому депутаты после двух лет обсуждений согласились поднять тариф на тепло почти на тысячу рублей. Эту разницу жителям обещают компенсировать из районного бюджета. Еще один сложный в коммунальной плане пункт – село Кусак немецкого национального района, где в январе из-за коммунальной аварии полпоселка месяц жила без тепла. Для ремонта котельной край выделил району 5 миллионов рублей. Но, как отмечают местные жители, о готовности и сейчас говорить не приходится. На сессии выступал зам по ЖКХ Новый. Сказал, что к октябрю они должны все подготовить. Сегодня 1 октября. А что там еще осталось? Электричество подключить, да, ремонтировать второй котел. Надо задвижки все ревизировать на системе. Почему у нас авария-то случилась? Ни одна задвижка же не закрывалась. Есть ли запас угля, в сельсовете не знают. А в районной администрации в комментарии нам отказали. В целом же, по данным Минстройтранса, готовность к отопительному сезону в крае составляет 99%. В Барнауле тепло дали также пока не всем. Участники городского паблика опубликовали видео вот такого объявления, судя по которому запуск отопления в Барнаульском доме принесли уже четырежды. Крайняя дата – завтра. Возможно, причина – теплая погода. Правда, уже в ближайшие сутки на Алтай резко похолодает. Столбик термометра опустится до 10 градусов выше ноля.